Всем привет! Это Андрей Турцевич. Сегодня у нас вспышка i4 TTL под брендом Rhyme Lite. Такие устройства, как это, дают возможность вам получить такое ядреное качество, необходимое для рекламной и стоковой фотографии, которой, в частности, занимается моя студия. Я распечатал эту вспышку. Вот прибор этот. Так вот он выглядит. Самое приятное, то что здесь подключается аккумулятор, который можно зарядить и выходить где-то на пленэр, выполнять съемку в условиях улицы, у клиента фотографировать, в общем, не привязываться к источникам питания. Сборка октобокса занимает буквально секунды, аккуратненько, не пропуская. И теперь следующее движение, просто начиная вот так защелкивать. Раз, два, три, четыре. Мечта. Вот если бы так мои октобоксы в студии все собирались. Вот я включил Rhyme Light, нажал кнопку Power. Обратите внимание, у меня два таких симпатичнейших близнеца трансмиттера, но на самом деле они не близнецы, потому что на этом написано Canon, а на этом написано Nikon. И для нашей камеры у нас сейчас Nikon D850. Конечно же, нужен трансмиттер специальный под Nikon. Нужно нажать и удерживать вот эти две кнопки. Обратите внимание, загорелась зеленая лампочка с надписью Nikon. Теперь все, что мы будем делать, выставлять с этого устройства, у нас будет передаваться по радио на Rhyme Light. Итак, я устанавливаю адаптер на камеру, включаю аппарат. Ну и давайте попробуем оживить любые настройки, видите, которые я выполняю на трансмиттере. Аналогично отображаются на вспышке и яркости, все остальное. Пилотный свет. Вот мы включили свет на полную мощность. В TTL режиме вспышка Rhyme Light управляется так, как будто это накамерная вспышка. И вы таким образом можете до четырех устройств поджигать, выставляя картинку практически идеально. Так, как будто вы работаете с системой вспышек Nikon. Вот так вот это работает. Сейчас снимать мы будем вот этот вот замечательный автомобиль. Случайная посетительница. Даже в этой ситуации, если полностью поменялась система освещения, благодаря режиму TTL я могу изменить положение камеры и моментально сделать кадры. Выставляем режим приоритета диафрагмы и устанавливаем наиболее закрытое значение, фактически максимальное значение диафрагмы 22. Наша задача сфотографировать машинку полностью в резкости. И поэтому здесь даже при диафрагме 22 одним кадром мы не обойдемся. Поэтому мы будем делать серию кадров. Перефокусируя оптику, я выбираю определенные точки, фару, зеркало, окно. Я использую здесь софтбокс, расположенный сверху. Два отражателя, такая итальянская схема, черный отражатель. Фактически цель вот этого черного отражателя сделать одну из грани машинки, темную. И листы бумаги в качестве белого отражателя, который создают разные блики. Процесс пошел. Я переключаю камеру в режим Live View. Картинка у нас находится на нужном уровне. Я даже не наклоняюсь. Вспышка установлена в виде такого шатра сверху. Фактически она моделирует небо над этим автомобилем. Наша задача сделать совершенно реалистичную картинку, таким образом, чтобы никто не догадался, что это миниатюрная модель. Хорошая штука листы бумаги. Я вам должен сказать, подношу отражатель, выбираю точку съемки. Первый кадр сделан. Теперь второй кадр сделан. Третий кадр сделан. Обратите внимание на задержку. Практически минимально отлично вижу то, что на экране. И прикасаюсь к экрану. Снято. И таким образом мы делаем фотографии, не тратя ни секунды времени и ни одного цифрового кадра. Остается добавить немного волшебства в Photoshop. Загружаем файлы в стек. Так, пять изображений у нас получилось. И после этого объединяем их с помощью команды Auto Blend Layer. И получаем такое единое резкое по всему полю изображение, как будто мы снимали с очень большой глубиной резкости. Теперь с помощью инструмента Быстрое выделение. Отрезаем все лишнее. Убираем фон. И можем экспериментировать, подкладывать под низ любую фотографию, любую панораму. Я использовал то, что у меня есть под рукой. Сфотографировал подоконник. И в расфокусе сделал ночную фотографию огней города. Вот получился такой боке эффект, который подложил под низ, поскольку машина у нас вырезана. Подсветка фар получилась с помощью фильтра Levels. И теперь приятное действие. Подбираем различные варианты фильтров, используя Adobe Photoshop Express. Вот такой реалистичный мир мы создали в домашней студии. Используя вспышку, получили высококлассную фотографию. Продолжение следует. Использовать children. Продолжение следует... Продолжение следует...